Всем привет! Новости – это давно известные вещи, только случающиеся каждый раз с новыми людьми. С тобой сегодня я, Камиля Харисова, и это Универ Ньюз. Сегодня ты увидишь! Жизнь без воды – будущее или выдумка? Ответ кроется в лабораториях КФУ. С днем рождения радио! 7 мая отмечается профессиональный день радийщиков. Дождь или солнце? Стала известна погода на майские праздники. Напрасно думать, что первичные вещи не меняются никогда. Например, вода. И пока что на сегодняшний день вода – основа жизни. Однако, возможно, эту теорию скоро опровергнут. Так, возможно ли на самом деле жизнь без воды? Узнаешь в нашем следующем сюжете. Научные труды, которые ведутся в лабораториях Казанского университета, всегда претендуют на большое будущее. Вот и аспирант Института фундаментальной медицины и биологии Руслан Девятьяров, ни разу не усомнившись в работе своего исследования, представил свой доклад на международной конференции Ломоносов-2016 в МГУ. И сделал это не зря. Молодой ученый представил работу, над которой несколько лет работает в лаборатории экстремальной биологии КФУ. И занял третье место, обойдя множество сильных соперников со всех уголков страны. Ну, основная тема – это полипедиум в Индерпланке, комар-звонец. И я рассказывал про его метилтрансферазы. Это такие белки, которые чинят другие белки. Это очень уникальный случай, особый. И связан, судя по всему, со способностью личинки комара высыхать, теряя 98% воды. Начинающий ученый отметил, что начало исследований уположила работы с биобанками. Именно в них биоматериал может храниться очень долго, однако все они зависимы от электроэнергии. И теперь все силы ученого направлены на возможность сохранения жизнеспособности клеток, животных и у людей без воды. А значит, и холодильники окажутся ненужными. И к тому же в будущем животные и человек смогут долго обходиться без воды. Комар это делает с помощью, пока точно мы знаем, что он использует тригалозу и белки позднего эмбриогенеза, как семена растений. Вся вода замещается на сахар и на комплекс сахара с этими белками. По прогнозам ученого, полученные результаты его работ помогут досконально разобраться в причинах возникновения различных заболеваний. Разработать высокоэффективные методы их профилактики и лечения. Аделя Мухамедшина, Роман Самарин, Универньюз. Головной мозг – одна из самых необычных загадок нашего организма. Чем больше мы его изучаем, тем больше вопросов. Один из них связан с развитием живого суперкомпьютера. И над его решением работают ученые Казанского федерального. То, что ребенок познает окружающий мир через прикосновения – давно известная истина. Более того, ученые доказали – от этого напрямую зависит развитие головного мозга. Но разгадать эту связь пытаются до сих пор. В том числе и в Казанском федеральном. Научно-исследовательской лаборатории нейробиологии развитие головного мозга и нервной системы изучают уже без малого три года. И за это время здесь добились серьезного успеха. Такого рода исследованиями занимаются в мире. Есть несколько спиточек конкурентов у нас есть по всему миру. И в Америке, и в Европе, и в Японии. Но технологический задел, который у нас есть, он, в общем-то, намного мощнее. Я думаю, что благодаря ему мы сможем удержаться на позициях лидера. И сделать какие-то серьезные очень вещи. Гордиться молодым нейробиологам действительно есть чем. Всего за пару лет в лаборатории не просто провели ряд исследований мирового уровня, а поставили их на поток. Развитие коры головного мозга здесь изучают на новорожденных крысятах. Исследования на них интересны тем, что крысята, которым от недели до двух, соответствуют эмбриону человека на шестом-седьмом месяце беременности. То есть на них можно отследить, как развивается мозг ребенка в утробе матери, а также при преждевременных родах. Для новорожденного ребенка, а даже, точнее сказать, если ребенок недоношенный, то в формировании связей в его головном мозге важную роль играет именно наличие возбудителей, наличие внешних каких-то воздействий. Мы показываем, что окружение также играет немаловажную роль на ранних этапах. Изучая сейчас крысят здесь, вживую, мы можем потом, возможно, диагностировать некоторые нарушения в развитии мозга у человека. А впоследствии можно даже и лечить. Но это самая большая благая цель наших исследований. Кстати, Рустам Хазипов параллельно руководит аналогичной лабораторией в Средиземноморском институте нейробиологии. Такой формат позволяет объединить усилия и обмениваться опытом. И более эффективно использовать свои преимущества. И такого посыла внутреннего, тем, чтобы заниматься наукой, таких людей единицы. Плюс к этому человек должен быть еще и талантлив. Казанская земля, она богата такого рода молодежью, которая, с одной стороны, не замутнена идеями материального процветания, и, с другой стороны, увлечена наукой. Благодаря этим ребятам, конечно, мы живем здесь и работаем. То есть на них это основа нашей научной деятельности. Александр Александров, Ленардо Великяров, Университет Ньюс. Самые свежие новости смотри в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюс». Команда юридического факультета КФУ заняла первое место в конкурсе «Модель Международного уголовного суда». Победители выступят перед действующими судьями в Международном уголовном суде в Гааге. На Кремлевской набережной официально открылась площадка для воркаута. Всех желающих ждут мастер-классы по популярным фитнес-направлениям. В Казани впервые создали экскурсию для мужчин. Экскурсия включает посещение стадиона «Казань-арена» и Международного конно-спортивного комплекса «Казань». 7 мая 1895 года российский физик Александр Попов продемонстрировал свое уникальное изобретение. Немного позже его прозвали «Радио». Так, день 7 мая стал профессиональным праздником работников всех отраслей связи и радиотехники. Подробнее узнаешь в нашем следующем сюжете. В середине аудитории находится передатчик-вибратор. У меня же здесь приемный аппарат. Я присоединяю к трубочке с металлическим порошком. Благодарю вас. Вертикальный провод — это увеличивает чувствительность приемника. Итак, прошу, Пётр Николаевич, дайте три сигнала. Хорошо. Включаю. Так, 7 мая в 1895 году на заседании русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Этот день вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Сегодня радио — это одно из самых популярных видов средств массовой информации. В настоящее время появляется множество тематических радиостанций. Например, в конце 2014 года студенты Казанского федерального университета создали свое молодежное радио UFM, которое сегодня вещает не только в интернете, но и в самом часто посещаемом студентами месте в деревне универсиады. Для меня работа на радио — это, наверное, такая сбывшаяся голубая мечта. Конечно, пока еще радио не такое масштабное и студенческое радио, но это первая ступень. Очень круто, что мы не стоим на месте, что мы развиваемся. И вот буквально недавно, и это очень приятно нам, мы стали вещать в деревне универсиады. И, понимаете, это 7 тысяч людей, и насколько там их в деревне универсиадов очень много студентов. Не секрет, что у молодежи свой взгляд на творчество, поэтому студентам легко приносить в эфиры радио новые и свежие идеи. В декабре 2014 года проходил кастинг на радио UFM, где и отбирались самые лучшие ведущие. Значит, давали две программы, которые я должна была зачитать в кабинке. Там было очень душно, но я немножко волновалась. Но, в принципе, у меня как бы, я часто нахожусь на сцене, и то есть какого-то такого особого прям волнения не было. Узнала о кастинге, который проходит на UFM, и решила создать какую-то передачу. Захотелось именно утреннюю создать, потому что сама у вас с утра, знаю, тяжело, и захотелось будить казанцев весело, задорно, и в голову прям сразу пришло такое название «Утруда». Помимо программы «Утруда» на UFM появились такие рубрики, как «Пленки сансары», «Борода», «Десерт», «Будь в форме», «Кунаки на UFM». У нас недавно на радио UFM прошел кастинг, мы набирали новых ведущих. У нас сейчас идут недели, когда мы постепенно включаем программную сетку, и они либо сами уже самостоятельно входят и создают свои программы, эти программы вещаются у нас на радио, либо они идут вместе с уже радиоведущими, которые у нас есть на радиостанции, и проводят все различные программы. Стоит отметить, что за время существования студенческого радио в гостях UFM побывали известные люди. Это Руслан Мазитов, ведущий на канале ТНВ, Эдуард Айткулов, арт-директор ночного клуба, шоумен и ведущий Руслан Шарафуддинов, Мунир Ахмаев, звезда татарской эстрады, Митя Бурмистров, популярный битбоксер и музыкант и многие другие. UFM не только знакомит слушателей с новостями и интересной информацией, но и дает возможность творческой молодежи пробовать себя в роли радищика. Привлечение новых лиц, новых идей, наверное, креативную молодежь, это интересно, это новый опыт, и тем более, когда человек владеет ораторским мастерством и любит говорить, и он любит говорить интересные, интересные вещи, это всегда замечательно. Телеканал «Универсмотри» поздравляет радищиков с их профессиональным праздником, а студенческому радио UFM желаем высоких достижений и новых побед. Аделе Валеева, Ленарда Влетяров, Универньюз. Все ближе и ближе один из самых главных праздников России – День Победы. В его честь по всей стране проходят праздничные мероприятия и акции. Одну из них своими силами организовали студенты Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. День Победы. Герцкая леточка — это символ победы. Герцкая леточка — это не флайер, это знак боясь, поэтому мы должны гордиться тем, что у них право носить символ победы. А ты уже построил планы на майские праздники? Ты готов насладиться весной и наконец-то восстановить силы? Тогда тема погоды станет для тебя актуальной. Смотрим! За окном долгожданные майские праздники. И почти каждого из нас посещает мысли о том, как и где провести выходные. Кто-то планирует организовать себе поездку на дачу. И, безусловно, многие посетят ряд мероприятий в День Победы. И, кстати, вопрос погоды является одним из самых обсуждаемых. И метеоролог Казанского федерального уже готов ответить на него. Погода на майские праздники ожидается комфортной, хорошей. В дневные часы температура будет подниматься до 20 градусов, и ночью будет теплым достаточно 10 градусов. Переменная облачность, солнце будет. Мы будем находиться в области высокого давления, то есть в антиклоне. И поэтому погода данная, она даже лучше климатической нормы. У нас сейчас теплее, чем было бы по средним многолетним данным на 23 градуса. Слабые ветры. Погода хорошая. На сегодня у меня все. Помни, отсутствие плохих новостей – уже хорошая новость. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok